Этот мэтр авторского кино, сценарист, комик, любитель джаза и четырехкратный обладатель Оскара страдает ангидонией. Ангидония – психическое состояние, выраженное в патологической боязни окружения. Мы тоже не слышали этого слова, пока не познакомились с биографией Буди Алина поближе. Чего боится наш герой, можно перечислять очень долго. Вот лишь некоторые из его страхов. Боязнь насекомых, высоты, болезней, собак, оленей, арахисового масла, лифтов и даже открытых пространств. Интересно, как вообще живется, если боятся всего перечисленного? Видимо, вполне неплохо живется, ведь творчество этого неказистого на вид невысокого человека поражает масштабами сделанных. Пока режиссеры из поколения 50-х, в том числе и любимый Тарантино, заявляют, что вот-вот покинут кино, наш герой в свои преклонные годы вовсе не собирается сбавлять обороты. Говоря в Вуди Ален, мы подразумеваем авторский стиль и узнаваемый почерк. Представляя свои работы на кинофестивалях, Ален редко включает их в конкурсные программы, стараясь избежать возможности оценки со стороны профессионального жюри. Он не посещает церемонии награждения премии «Оскар», даже если номинированы его собственные кинокартины. А это за его долгую и продолжительную карьеру случалось целых 24 раза. В такие дни он находит для себя занятия поинтереснее, например, игру на кларнете. Вуди Ален не является членом Американской киноакадемии. Несмотря на это, за свои оригинальные сценарии и режиссерскую работу Вуди Ален награжден четырьмя «Оскарами», восьмию премиями Британской академии кино и телевизионных искусств «Бафта», тремя «Золотыми глобусами», двумя «Цезарами», одним «Золотым венециатским львом» и наградой из наград «Каннской пальмой пальм». Это не просто премия, которую получают все победители в своих номинациях. Это награда, которую удостаиваются за особый вклад в кинематографию. До Вуди Алена ее получил лишь Ингмар Бергман по совместительству кумир нашего героя. Бергман был для Вуди Алена недосягаемым идеалом, о котором он говорил, что, мол, есть режиссеры хорошие, есть талантливые и есть даже великие, но Бергман не нуждается ни в каких эпитетах. Ингмар Бергман был для Алена богом режиссуры. «Лето с Моникой» – так называется фильм, который молодой Ален, уже достаточно известный сценарист, комик и стендапер, случайно увидел в кинотеатре, куда отправился вместе со своей девушкой. И этот фильм стал для него судьбоносным. Произошла внутренняя переустановка. Ведь теперь, когда он видел Бергмана, он не может делать вид, что Бергмана не существует. Под влиянием этого великого шведа Ален начинает снимать бергманоидные, как их называют критики, истории. Целый цикл. Этот невероятный сплав парадоксального еврейского юмора с мрачными интонациями о человеческой природе привели к потрясающим результатам. И да, если кто-то из вас не знал, Вуди Ален – еврей. Он с детства говорил на идише и первые восемь лет посещал еврейскую школу. Когда меня отправили в многоконфессиональный летний лагерь, я был жестоко избит детьми всех рас и религий. На Бергмана Вуди Ален не похож. Как, собственно, не похож ни на кого в мире кино. Однако общие интонации под влиянием кумира, конечно, изменились. От комедии типа «Все, что вы хотели знать о сексе» до «Преступлений и проступков». В этом фильме обыкновенный человек, заурядный обыватель, не злодей, не маньяк, идет на преступление, убивает свою надоедливую любовницу. Любовница в роли бесправной второй жены грозит ему разоблачением. И хотя он не любит ни жену, ни эту любовницу, он любит привычку и, собственно, привычку и выбирает. Поэтому получается, обыкновенный человек идет на страшное преступление, просто чтобы тапки не менять. Этот мотив потом звучит в более поздней картине Алена «Матчпоинт». Шедевральный фильм, который выпадает из общей обоймы лирических комедий и поднимает глубинные пласты нашего коллективного подсознания, которое далеко не всем приходится по вкусу. В «Матчпоинте» невероятно притягательный герой Риза Майер сочетает «Преступление и наказание». Довольно прозрачная аллюзия, но приятная для нас. Вуди Аллен очень любит русскую литературу. Сходство этих двух картин в том, что оба героя, преступники, переживают совсем недолго. Они, конечно, нервничают, неприятно все-таки убивать своих женщин, но достаточно быстро и цинично успокаиваются. Их жертвой является им в тревожных полуснах, но ничего, все это пройдет, забудется, жизнь обязательно потечет в прежнем русле, как будто ничего и не было. Я всегда циничен. Меня всегда обвиняли в цинизме. Но, кажется, Марк Твен сказал, что цинизмом мы именуем правду. Посмотрите на мои фильмы. Жизнь сама по себе не всегда хороша. Я об этом трублю во всех своих фильмах. Мир распадается на глазах. Энтропия вселенной растет. Я делюсь этим своим представлением с людьми. Не так умно, как Фрейд или Нитши. Но пессимизм и, если угодно, цинизм очень близки моему мироощущению. В творчестве Вуди Алина особое место занимает Нью-Йорк. За последние полвека, пожалуй, никто не признавался этому городу в любви так, как наш герой. Причем, Алина показывает нам Нью-Йорк таким, каким запомнил по голливудским старым фильмам из своего детства. Такой вот авторский стереотип. Нью-Йорк от Вуди Алина. По мне, так лучше, чем из фильмов «Катастроф» или комиксов. Несмотря на значительные художественные достижения, любовь критиков и киноманов по всему миру, в последние десятилетия Вуди Алин столкнулся с трудностями в поисках финансирования. Решение нашлось. Оказалось, в мире много людей, желающих пригласить режиссера, чтобы он снял приятное, замечательное кино, сделав таким образом вклад в местный туристический бизнес. Дело в том, что многие последние фильмы Вуди Алина словно привязаны к какому-то определенному месту. И в них локация играет хоть и безмолвную роль, но весьма значительную. Именно поэтому фильмы Вуди Алина часто называют высокохудожественными гидами. Например, просмотрев «Полночь в Париже» и «Вики Кристина Барселона» и «Римские приключения», невозможно не влюбиться в места, где снимались эти картины. На счастье, Европа стала щедро, очень щедро финансировать мои фильмы. Европейцы их финансируют на моих условиях. Абсолютно не вмешиваются в то, что я делаю. Не читают мои сценарии. Понятия не имеют, как я работаю. Они просто верят в то, что я сниму фильм, за который им не будет стыдно. Почему фильмы Вуди Алина заставляют нас улыбаться? Не смеяться в голос, а именно улыбаться. Потому что в его героях мы узнаем самих себя. А он, собственно, себя и нас вместе с ним и высмеивает в своих фильмах. Невротичных, неверных, вечно сомневающихся, снидаемых какими-то страхами, эгоистичных, таких несовершенных. Свой самый сильный страх – страх смерти. Вуди Алин раньше судорожно отгонял, потешаясь над смертью практически в каждом своем фильме. Судя по тому, что «Дама с косой» в последних фильмах не появляется, режиссер свыкся с ее неизбежностью. Куда направляемся? Один критик заметил, что Алин, дистанцировавшийся от ортодоксального еврейства, тянется к европейскому интеллектуализму. И этот самый интеллектуализм служит основной мишенью для высмеивания в его фильмах. Этот критик прав. Будучи академически образованным человеком, Вуди Алин терпеть не может снобизма, показательно хороших манер и интеллектуального высокомерия. Можно быть интеллигентом, но невозможно им стать. И чем сильнее потуги героя, тем язвительней сатира в его адрес. Меня считают интеллектуалом, потому что я ношу очки. И художником, потому что мои фильмы не приносят дохода. И то, и другое неверно. Поскольку сейчас все, даже самые высокодуховные зрители, читают таблоиды, О личной жизни Вуди Алина известно все и даже больше, чем было на самом деле. Этого вопроса мы не будем особо касаться, зачем пересказывать то, что является частью тщательно продуманной кампании. Однако рассказать о влиянии жен и женщин на творчество Вуди Алина необходимо. В карьере Алина есть длительные периоды, когда он снимал одних и тех же женщин, поднимал одни и те же темы. Но разве можно его за это упрекать, если половина фильмов с участием этих женщин стали шедеврами? Дайан Киттон, вероятно, его самая настоящая муза. Энни Холл, вдохновленного ею, начался новый период в творчестве Вуди Алина. Именно Киттон, свободная богемная интеллектуалка, спровоцировала Алина на эксперимент. И результатом стал настоящий триумф, когда мнение кинокритиков полностью совпало с мнением киноакадемиков. Расставшись, они остались друзьями. Киттон умеет ценить партнера, тем более такого незаурядного. Редкое сочетание в наше время, когда за счет воспоминаний, пересказанных таблоидом, можно жить долго и безбедно. Мия Феррелл, следующее его увлечение, снялась у Вуди Алина в 13 фильмах. Хотя актриса она отменная, талантливая, свободно чувствующая себя и в коммерческих, и в авторских фильмах, все же лучшие ее роли пришлись именно на фильмы Алина. Сейчас они заклятые враги, к сожалению. Мы раздумывали, что делать? Поехать на Багамские острова или развестись? Ну, в конце концов, решили, что Багамы удовольствие только на две недели, а хороший развод остается на всю жизнь. В 21 веке у Вуди Алина уже состоялся период Скарлетт Йоханссон и период Эммы Стоун. Режиссер явно следит за прессой, отбирая для своих фильмов узнаваемые популярные лица, подходящие для его ролей по типажу и возрасту. Например, в «Светской жизни» снимались Кристен Стюарт и Блейк Лайвли, которая параллельно с выходом Алиновского фильма позировала в бикини для акульевого триллера «Отмель». Кейт Бланшетт, Кейт Уинслетт, Эль Панин, Селена Гомес. Знаменитости буквально выстраиваются в очередь, ради шанса поработать с мастером. Учитывая, что целых 17 актеров были номинированы на Оскар за роли в его фильмах, а шестеро из них эти Оскары получили, неудивительно всеобщее желание сотрудничать с великим режиссером Вуди Алином даже за минимальный гонорар. Стоит сказать несколько слов еще об одном увлечении Алина режиссера. Пенелопа Круз, испанская Мадонна, снявшаяся у него в двух фильмах. Он настолько сильно ею восхищается, что считает практически эталоном женской красоты. Настолько восхищается, что даже не может прямо смотреть на нее во время съемок. Это была самозащита. Ты махала бритвой. Ты была пьяная. Ты была в бешенстве и с бритвой. От ревности, Хуан Антонио, я была без ума от тебя, а ты изменил меня. Неправда. Правда, правда. Женой Агустина. Глазами, глазами. Ты хотела убить меня за один взгляд? Все, не хочу об этом говорить. Это в прошлом. Ну, а сейчас я вижу тебя с другой, и я молчу, я молчу, я вежливо. Что тебе еще? В своей обширной фильмографии наш герой неоднократно повторяется, что ставят ему в вину и используют свои собственные клише. Но все равно Вуди Аллен – это Вуди Аллен. Тем более, что раз в пятилетку, словно по расписанию или по сталинскому плану, он таки выдает потрясающий шедевр, высящийся над всеми его проходными работами, которые сделаны на голом мастерстве. В последние полвека режиссер Вуди Аллен снимает в среднем по одному фильму в год. По-моему, это отдельный большой плюс. Знать, что пока Вуди работает, один хороший фильм в год нам гарантирован.